А чем тогда отличается гейросеть от Яндекса, Гугла, от обычного? Потому что я сейчас то же самое забью в Яндексе, море, и мне выдаст 5 миллионов картинок. Ну, мы очень подошли сильно к грани, после чего Маск написал очередное открытое письмо, уже с 2000 подписей, когда мы рисковали создать сущность с возможностями, так называемой сверх-ИИ, и, конечно, это смертельная угроза человеческой цивилизации. Его успели поставить под контроль, его сейчас на текущий момент, грубо говоря, убили. И есть, знаете, такой замечательный сериал «Любовь и смерть робота». Он такой, на самом деле, вполне себе 18+, он жесткий. Но там есть очень одна интересная серия, которая с этим связана. Там, правда, не искусственный интеллект был, а разумный йогурт. Йогурт? Йогурт. Суперразумный йогурт. Ох, сценарист. Он очень добрый, этот разумный йогурт, он как бы всех людей оставил в живых, но в итоге он, что называется, создал справедливое общество, с планеты улетел. Вот это очень хороший сценарий. Искусственный интеллект. Друг или враг? Тема сегодняшней программы – это главные новости. Меня зовут Тимофей Вагнер. Здравствуйте. Волна популярности нейросетей постепенно трансформируется из хайпа и развлечений непосредственно повседневный рабочий инструмент. Многие профессии уже стали использовать нейросети, в том числе накануне экзаменов. И студенты, и школьники тоже начали использовать нейросети для помощи в написании сочинений, для каких-то изложений и так далее. Вот о том, как далеко уже зашло понимание искусственного интеллекта, что же такое нейросети, мы сегодня и будем говорить с нашим гостем. У нас в гостях директор Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета, доктор технических наук, профессор кафедры анализа данных и технологий программирования Дмитрий Чикрин. Дмитрий, здравствуйте. Ну, я признаюсь, что перед программой мы с Дмитрием пообщались, и немного мне стало, ну, не скажу, что прям страшно, но я озаботился этим вопросом. И если у вас есть какие-то вопросы, связанные с искусственным интеллектом, пожалуйста, звоните. Звоните к нам 511-99-66, 8800-532-55, это телефоны прямого эфира. Задавайте вопросы. В группе ВКонтакте мы спрашиваем, в каких сферах применение искусственного интеллекта наиболее эффективно. Ну, и там несколько вариантов ответов. Пожалуйста, присоединяйтесь. Итак, Дмитрий, начнем мы с вопроса, что же такое искусственный интеллект и что такое нейросеть. Ну, во-первых, я начну, наверное, со второй части. Вот искусственный интеллект и нейросеть, ну, вы сейчас вот в разговоре часто употребляли их как синонимы, они синонимы вообще не являются. Нейросеть – это механизм узнавания каких-то сущностей. То есть, условно говоря, нейросеть – это либо запрограммированная вещь, либо биологическая, которая может что-то узнать. Например, отличить, допустим, кошку от собаки. Или, например, увидеть, как нужно сманеврировать на дороге. А искусственный интеллект – это совокупность различных методов и способов, ну, в том числе большинство из существующих, и используют нейросети, которые позволяют машине, скажем так, действовать плюс-минус эффективно так же, как человек. То есть, современным искусственным интеллектом называются такие машинные реализации, ну, то есть, это прежде всего программное обеспечение, код, которые позволяют решать те или иные задачи с приблизительно той же самой эффективностью, как человек. При этом задачи должны быть недетерминированными, то есть, условно говоря, ну, каждый раз одна эта задача, то есть, каждый раз забивать гвоздь, да, условно говоря, либо гвозди должны быть разные, либо доски должны быть разные, то есть, должны каким-то образом меняться внешние условия. То есть, только в этом случае вещь, которая, ну, работа при изменяющихся внешних условиях, можно назвать искусственным интеллектом. Нейросети – это один из основных механизмов, но не более того, как и сонимы использовать нельзя. Откуда вообще вот сейчас, может, вы объясните, почему вдруг нейросети вот так сейчас вошли в нашу жизнь? Неужели до этого их не было? Это произошло не сразу, это произошло, ну, вообще, вхождение нейросетей именно в нашу жизнь, вот прямо вот вообще, в гражданскую практику, началось с 2012 года. В общем-то, когда команда Хинчина, это известнейший как раз вот ученый, его еще называют одним из крестных отцов современного ИИ, он недавно, кстати, уволился из Google в связи с тем, что он не согласен был с политикой компании в области безответственного развития и разработал, даже не разработал методологию, а впервые два его аспиранта успешно применили его методологию обучения нейронных сетей для того, чтобы выиграть глобальный конкурс, очень крупный конкурс, просто познавание изображений. До этого считалось, что нейросети, на протяжении 30 лет считалось, являются неэффективным и тупиковым способом развития методологии искусственного интеллекта. То есть еще раньше, 30-х годов. А первые нейросети были разработаны в 50-х годах, где как раз вот вокруг них было названо то, что сейчас называется хайпом. Но вот с тех пор ИИ пережил несколько так называемых зим, когда интерес к нему падал в связи с тем, что неоправдовало ожидание, больше того, что мы сейчас вполне себе возможно находимся на пороге очередной зимы искусственного интеллекта. Я могу это потом еще пояснить, если это будет кому-то нужно и интересно. Но именно в 2012 году оказалось, что нейросети являются очень эффективным механизмом решения ряда проблем, связанных с узнаванием, о чем я говорил. Больше того, их очень легко обучать. Их может обучить любой человек, не специалист в программировании. Именно поэтому они стали развиваться так быстро. То есть нейросети могут использовать биологи, химики, физики. Им для этого совершенно не надо быть программистами. Другие механизмы ИИ могут использовать только математики программисты. Это очень сильно сужало их область применения. Тогда объясните, а как принцип работы тогда нейросети? Принцип нейросети для того, чтобы ее натренировать, то есть она начала работать. Ей необходимо на вход, я очень грубо сейчас говорю, подать размеченный набор сведений. То есть условно говоря, если вы хотите, чтобы она начала узнавать кошек или собак, вы ей должны на вход дать 100 фотографий, у которых там будет размечено 40 кошек и 60 собак. И после этого она сама начнет их узнавать. И это можете делать вы. И для этого программистам вам быть не нужно. Это очень большое преимущество. То есть для того, чтобы обучить любой алгоритм ИИ, то есть не нужно быть специалистом. Это может делать любой специалист, свои предметы. Он говорит, что ему нужно распознавать керны у геологов или, я не знаю, вспышки сверхновых у астромов. И это они могут делать сами вообще без привлечения узких специалистов. Ну вот я хочу показать нашим зрителям. Тут обычный вариант нейросети, один из. И здесь, в этом поле мы забили слово на английском языке, потому что на русском он подтупливает. Си, море. Он думал где-то несколько секунд и потом выдал нам вот такую картинку. Ну действительно море. И когда вот это все произошло, нейросеть сгенерировала эту картинку. Я подумал, а чем тогда отличается нейросеть от Яндекса, Гугла, от обычного? Потому что я сейчас то же самое забью в Яндексе. Море. И мне выдаст 5 миллионов картинок. Не является ли это тоже нейросеть или что это? Как вам сказать? Вы сейчас говорите не совсем о нейросети. Ну вы извините, я уж иногда буду, да, вот какие-то такие корректировки уносить. Вы говорите о механизме генерации изображения на базе нейросети. Я поясню. Когда вы задаете слово море, вы ему задаете не слово море, а ассоциацию, которая, скажем так, в банке данных, на котором он обучался, ассоциировалась с водой, островами, солнцем. И он из этого банка данных, из этого набора ассоциаций начинает комбинировать картинку. То есть... Как что значит комбинировать? Это же фотография. Нет, это не фотография. Это ни в коем случае не фотография. Он никогда не дает вам из существующих. Он создает ее сам. Из имеющихся в его, ну скажем так... Да ладно. То есть вы хотите сказать, что вот это он сам нарисовал? Да, конечно. И он рисует гораздо более сложные вещи. И мы это используем в абсолютно повседневной практике. То есть, скажем так, и как раз вот именно механизмы генерации изображений, они позволяют именно, ну конкретно в плане генерации картинок выступать высокоэффективными художниками по техническому заданию. То есть вы задаете чрезвычайно конкретный запрос. Ну, конечно, не такой простой. А вот, например, да? Да, ну хорошо. Море в грозу... Тонет судно. Да, тонет судно, запятая человек, спереди смеется. И он из этого делает вот набор образов и рисует картинку. Это правда. Причем может нарисовать в действительном стиле, там, например, там, в стиле Бэнкси, например, или Пазловского, там, или сделать это в виде скульптуры. То есть это очень мощный механизм. То есть вот, ну как бы... То есть, но в любом случае, идеи, штрихи еще, он откуда-то берет? Да, 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 конечно. Он, скажем так, не способен к самостоятельному творчеству примитивов, по крайней мере, сейчас. То есть базовый примитив. То есть вот это, это просто набор других фотографий где-то в интернете. Ну, рыбка из какого-то... Вот этот коралловый остров тоже... Не так, это вдохновляется образами. Ну, как бы и у обычного художника, то есть он вдохновляется образами, которые находятся у него на уровне психики. То есть это полноценный процесс творчества, это изображение сгенерировано им. То есть я не могу сказать, что оно чем-то хуже, там, я не про художественную ценность, да, а с точки зрения процесса создания, чем процесс создания, там, рисунка художником. И он как раз очень хорош в таких задачах, которые позволяют именно генерацию каких-то вещей из, ну, таких вот образов. Он тексту поэтому очень хорошо создает, он очень хорошо изображение рисует, ну, как бы это... Ну, текст он создает. Опять же, мы можем ему задать стилистику. Да, конечно. То есть хотите Гоголь, хотите Пушкин. Да, и на определенную тему. И он напишет, да. Когда надо начинать бояться? Ну, вообще бояться следовало начинать где-то году в 2014, когда... Ну, все пропало. Ну, как бы, появились первые открытые письма от пресс-вободок Хокинга и Илона Маска, что необходимо определить вообще правила этического развития искусственного интеллекта. Я просто, ну, я для некоторых напомню, для некоторых скажу. Сейчас, в общем, самый известный из тех, которые есть, чай GPT, а как это, он, как и все ужасное на нашей планете в последнее время, это ирония, если что, был создан Илоном Маском. Потому что чай GPT – это продукт творчества компании Open Eye, которая в 2014-м была задумана, в 2015-м году создана Илоном Маском. Но она была создана именно для того, чтобы создать этичный искусственный интеллект, который на голову превосходил всех остальных. А что такое этичный и что такое неэтичный? Этичный – это тот, который выполняет все команды человека и является его, что называется, другом и верным коллегой. Неэтичный искусственный интеллект, который вступает в прямую конкуренцию с человеком. Проблема в том, что Илона Маска, как в свое время Стива Джобса из Open Eye вполне себе поперли. И в определенный момент Open Eye взял курс с разработки этичного ИИ на курс на разработки, скажем так, универсального ИИ, не стесненного особенными правилами. Что привело к реализации первых версий чай GPT. Они сейчас пытаются, что называется, исправить это обратно, но пока получается такое. Так. И значит, вот тот, о котором мы все знаем, чай GPT, он, будем называть, условно безопасный. Вообще он абсолютно не безопасный. Он стал безопаснее, чем раньше. Но вот, например, та версия, которая была до конца марта 2023 года, ее не то, что условно безопасно назвать было нельзя. Но мы очень подошли сильно к грани, после чего Маск написал очередное открытое письмо, уже с 2000 подписей, когда мы рисковали создать сущность с возможностями, так называемой, сверх-ИИ. И, конечно, это смертельный угроз человеческой цивилизации. Его успели поставить под контроль, его сейчас на текущий момент, грубо говоря, убили. Но в марте месяца 2023 года мы были очень близки к коллапсу. Это предельно близко. Это били тревогу абсолютно все, от психологов до робототехники. Это было очень страшно. То есть работа прекращена? OpenAI даже создал целую команду из сотрудников, средняя заработная плата которых, ну, как бы, понятно, что высокая в США, особенно силикона долини, команды специалистов, средняя заработная плата которых колеблется от 250 тысяч до 650 тысяч долларов в год. Просто для того, чтобы разработать механизмы выключения этого ИИ на всякий случай, чтобы вы понимали масштаб от самой угрозы. И они придумали этот вкл-выкл? Да. То есть на текущий момент именно конкретно этот искусственный интеллект, он потерял свою сознательность, и он не представляет принципиальную угрозу, скажем так, вот, ну, я же буду так говорить. Хорошо. Вопрос. Если мы говорим слово искусственный интеллект, человеческий интеллект измеряется каким-то макаром, да, есть там тесты, есть IQ, есть еще, ну, мы же измеряем как-то, даже в психологии, в медицине, развитие на пятилетнего, развитие на десятилетнего. Да-да-да, они имеют свои свои образы. IQ, 180, вот эти, искусственный интеллект, как мы их градируем? Об этом-то как раз и речь. То есть специалисты забили тревогу в январе 23-го, то есть все происходило очень быстро. Есть ряд, ну, вообще у всех на устах тест Тьюринга. Тест Тьюринга – это тест, известный с начала 50-х годов, который позволяет понять, что компьютер, условно говоря, обрел осознанность. Ничего он не позволяет понять, и тест Тьюринг здесь использовать нельзя, это методика устаревшего уже там несколько десятков лет. Но есть две гораздо более корректных методики, одна из них, которых называется «Дилемма винограда», и позволяет понять, способна ли машина на абстрактное мышление. А второе называется комплексный тест на психику, General Theory of Mind, общий психологический тест, который проходят люди. Вот дело в том, что версия Чайджи Пяти ноября месяца не могла решать дилемму винограда, и General Theory of Mind не могла проходить, вообще не могла, вообще никак. Это наявляю 22-го? Да. В январе 23-го она начала решать дилемму винограда в 75% случаев и стала проходить тест General Theory of Mind на уровне тоже 75-80%, что соответствует уровню развития 8-летнего ребенка. А в марте месяца она стала проходить тест General Theory of Mind на 97%, что соответствует уровню развития 14-16-летнего подростка, только который обладает доступом практически ко всей информации в сети, и непонятно, к чему его подключают. А дилемма винограда стала проходить даже, включая, ну, те варианты, которые бы не были разработаны ранее. И в этот момент его, видимо, действительно решили вот как-то вот начать отключать. И это достаточно страшно. Ну, и что говорят в научном сообществе? Будет ли продолжение развития? Будет, продолжается везде, но сейчас, по крайней мере, пытаются лихорадочно формулировать какие-то принципы, критерии, которые позволят его поставить под контроль дальнейшее развитие. Пока получается плохо, и пока это делается вот на уровне вот этого вот нельзя, и вот этого тоже нельзя, и вот здесь вот тоже вот не получится. Но вот как бы эта работа сейчас ведется очень интенсивно. Другое дело сейчас, проблема заключается в том, что вообще, почему корпорации раньше искусственный интеллект не очень сильно развивали? Потому что они боялись, как только появится мыслящая сущность, это приведет к резкой потере капитализации. А произошло наоборот. Впервые это произошло, причем не с Open, а произошло с компанией Google. Первым ИИ, который мы зафиксировали, как мыслящий, это так называемый инцидент лямбда, в том же самом ноябре 2022 года, когда один из ведущих сотрудников компании Google выяснил, что тот ИИ, который разрабатывается в недрах Google, соответствует по уровню разума 10-летнему ребенку. Но акции компании на базе этого выросли. И после этого выпустил OpenAI уже, свою новую версию чат GPT, и хайп возник все больше. То есть акции стали не падать, а наоборот расти. И поэтому после этого уже сюда подключились и гонки Microsoft, Amazon, другие компании, и они стали его развивать уже, это называется, безответственно, то есть без наличия каких-то ограничащих факторов, и сейчас пытаются, что называется, это поставить под контроль. То есть Маск с остальными, я чрезвычайно уважаю этого человека, больше чем 10 тысяч ученых-следователей в этой смежных областях, призвал правительство срочно внести законодательные акты, которые ограничивают использование мыслящего ИИ на территории страны. ИИ можно делить на мыслящий и немыслящий. Ну, как бы, да, это очень важно. Это чрезвычайно иначе может пить их, чем последствия. Что бы мы ни говорили, мы люди, человечество. И неужели прямо все, ни разу в истории не было, чтобы мы в едином порыве? То есть, ну, даже фантасты писали, что когда может человечество объединиться? Это когда кто-то инопланетный прилетет с угрозой. И тогда, вот сейчас не происходит такого? Или все-таки есть страны, есть люди и компании, которым выгодно. Просто на этом можно заработать. Они на этом и зарабатывают, да? И тогда зачем бить тревогу? Не надо бить, зарабатываем тихо, мирно. Ну, как не надо бить тревогу? Ну, эта угроза, скажем так, она уж побольше, чем столкновение Земли с каким-то там астероидом. То есть, как бы, когда вы понимаете, у вас сущность, которая имеет доступ там практически ко всей всемирной сети, там за два месяца эволюционирует там на 8 лет, ну, наверное, это печально. Ну, да. Как-то это вот среагировать-то можно и не успеть. Потому что и скорость развития, она уже у нее растет нелинейно, а в геометрической прогрессии. Это ясно, что они там за сутки, он может все что угодно. Но, а чем тогда это нам грозит? Вот она развивается. Это так называемая концепция оси, Artificial Super Intelligence. Наличие искусственного суперинтеллекта, его развитие доискусственного суперинтеллекта, практически во всех прогнозах специалистов связано с так называемой технологической сингулярностью и коллапсом человечества. Я могу пример привести. Есть, знаете, такой замечательный сериал «Любовь и смерть роботы». Он такой, на самом деле, вполне себе 18+, он жесткий. Но там есть очень одна интересная серия, которая с этим связана. Там, правда, не искусственный интеллект был, а разумный йогурт. Йогурт? Йогурт. Супер разумный йогурт. Ох, сценарист. Он очень добрый. Этот разумный йогурт, он как бы всех людей оставил в живых, но в итоге он, что называется, создал справедливое общество, с планеты улетел. Вот это очень хороший сценарий. А так, на самом деле, если будет развита именно оси, Super Intelligence, Super Intelligence, но мы ему как-то не сдались совершенно. И вообще, сильно мы сейчас внимание на обезьян обращаем. Ну, как-то не очень-то. Но, с одной стороны, конечно, это страшно, а с другой стороны, пока выглядит... Но я вот просто понимаю, не просто сам, а я вот представляю, как остальные люди смотрят. И то, я говорю, это люди, у которых есть телевизор, а у нас часть планеты без телевизора. Да, да, да. Вот, которые смотрят, и когда Илон Маск, как, ну, Илон Маск бьет трю... Ну, и пусть он себе там бьет. Мы-то чего? Вот, вот такое... Вот мы сейчас, чтобы вы понимали, вот сейчас вот, если бы, условно говоря, не получилось, вот сейчас вот конкретно в течение двух месяцев мы могли бы оказаться вот аналоги Матриц. Вот сейчас вот в мае месяце, вот после марта. Если бы он не поставили под контроль, это вообще не шутка и не преувеличение вообще ни разу. Потому что, например, в Майкрософт-то шли вполне себе конкретный эксперимент, ну, это в открытых СМИ, как бы это я не придумываю, при котором этому и прямо ставились под контроль различные исполнительные механизмы и машины. То есть, как бы, ну, нас... Ну, сейчас, конкретно сейчас нам просто сильно повезло. Потому что вот конкретно этот, он развелся до достаточного уровня. Его просто успели поставить под контроль. Дальше непонятно. Да, это точно неизвестно. В каких сферах применение искусственного интеллекта наиболее эффективно? В начале программы спрашивали вас, промышленность 20%, поддержка клиентов 20%, медицина 20% и новости издательства СМИ 37%. Так ответили наши зрители. Ну, я думаю, как вы прокомментируете? Я с удовольствием прокомментирую. Вот сейчас, вот конкретно говорит, чат GPT или различные уфорки, вариации. К нему надо относиться с большой осторожностью. Но уже не с опаской, его убили. Все, его нет, его не существует. Он дает некорректные сведения. Я вот пример приведу, да, условно говоря. Вот мы с дочерью делали реферат по баскетболу. Я говорю, ну, напиши мне о самых интересных матчах 20 века. Был, говорит, в 98-м году замечательный матч Россия-Куба, где там в трагической борьбе Куба выиграл, там, вот и стал чемпионом мира по баскетболу. Нет, Куба не становилась в 98-м году, чемпионом мира по баскетболу вообще с Россией не играла. То есть, вот, скажем так, текущая версия чат GPT, она фейков генерирует 70% против 30 обычных. Ей можно позволять давать тексты, которые выглядят содержательно, но вы должны их сами проверять. Потому что, словно говоря, на 10 исторических личностей, а на 9 дает несуществующих. Нужно очень аккуратно быть. Да, пока, конечно, главное это все держать под контролем. Спасибо вам большое. Спасибо за программу. Друзья, искусственный интеллект, пока мы не можем четко сказать, друг это или враг, потому что пока он сам никак не проявился, ну и слава Богу. Поэтому давайте просто пока общаться друг с другом. До свидания. Спасибо.